Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки! Время почти что Хэллоуин на часах, время смотреть разные страшные киношки. Прямо октябрь, сам Бог велел, так что подтягивайтесь. Сейчас поговорим с вами про новый сериал от Нетфликса, который называется «Призраки и усадьбы Блай». Я сначала расскажу без спойлеров, кому стоит смотреть, кому не стоит, когда лучше посмотреть этот сериал. И потом дам какой-нибудь знак, и мы распустим людей, которые боятся спойлеров, и посидим уже поговорим со всеми теми, кто уже посмотрел этот сериал. Итак, начинаем. Конечно, скорее всего, вы смотрели первый сезон вот этой вот саги. Он называется «Призраки дома на холме». Он вышел в 2018 году. И, естественно, когда мы посмотрели, все дело пришло к своему логическому завершению. И когда сказали, что будет второй сезон, народ, ну, а как, о чем? Там же все уже, мы пришли к общему знаменателю. Но создатели сериала решили пойти тем же самым путем, что и Райан Мерфи, который снимал «Историю американских ужасов». Даже снимает до сих пор, да? У него костяк, актерский состав. У него специальная тема, специальные такие тона, специальный подход, специальный вот жанр в жанре получился. И точно так же создатели «Призраков», потому что нельзя сказать, что это продолжение «Призраков дома на холме». Нет. Но взяли эту же самую идею, берут тех же самых актеров, не абсолютно всех, очень многих, и приглашают сняться в совершенно новой истории, но в которой тоже есть «Призраки», в которых есть отсылки, где в каждом кадре, если внимательно присмотреться, ну, не абсолютно в каждом кадре, но очень часто «Призраки» попадаются то там, то здесь. Очень много пасхальных яиц заложено в каждом эпизоде. Поэтому, если вам интересен был первый сезон, именно благодаря вот этому духу того, что вот что-то мистическое, что-то вот загадочное с привидениями, останавливать кадр, смотреть, ага, увидел ли я там доктора Чумнова, или там увидел ли я ребенка без лица, или еще что-то. Если вам все это нравится, то, пожалуйста, вперед, на Нетфликсе даже сделали перевод на русский язык. Потому что я на своем, у нас Нетфликс, да, на четырех человек расписан, и мы смотрели этот сериал со Стивена, аккаунта, потому что на моем аккаунте у меня полностью все сериалы на русском языке, с русской озвучкой. Я здесь могу включить любой сериал. А это мы смотрели вместе со Стивеном. И я смотрел на английском. И тут еще один момент. Я пошел, когда делал скриншоты, о которых мы сейчас будем говорить позже. Это совсем другой сериал, я вам даже так скажу. Потому что перевод, перевод может быть замечательный, полностью дублированный, подбор актеров, я это все прекрасно понимаю. Но теряется вот эта вкусовая нотка Англии. Вот именно для этого сериала, именно для этого сериала, фильм нужно смотреть с оригинальной звуковой дорожкой. И если английский у вас не супер хороший, а я, например, именно британский английский очень плохо понимаю, и мне нужны были субтитры, но вот этот вот дух такого вот аристократия нет. Но где-то вот очень близко, если вы смотрели такой сериал, как Downtown Abbey, и вот это приносит вот эту небольшую нотку в этот сериал. Именно британские звучания, голос, поведение, поступки, школа частная, все это играет на роль того, чтобы вот это блюдо получилось, потому что опять-таки гамбургер, ловко опять пропожрать, гамбургер можно купить в Макдональдсе, а можно сделать дома самому, или пойти в какой-то ресторан, в котором тебе сделать гамбургер. В принципе, булочка, котлетка, какие-то там помидорки, все это. Но это одно может ты кусаешь и на вкус как кусок пластилина, а другое ты кусаешь и, о, ну это ж классно. И вот именно вот в этом сериале я настоятельно рекомендую, если вы пойдете его смотреть, то смотреть в оригинальной звуковой дорожке с субтитрами. Итак, это первый, первое на пусте. Второе. Вторая часть, потому что второй сезон очень сложно сказать, второй сезон, но вот именно вторая часть вот этих вот, вот этого цикла о призраках намного нуднее, намного более растянута, намного более высосана из пальца. лично по мне, если первый сезон я смотрел с открытым ртом и, ой, нет, давай еще не будем спать, давай еще посмотрим один эпизод, то здесь я засыпал, я конкретно засыпал на эпизодах. Это было, ну, так тягомотельно в некоторых местах. Первый, наверное, эпизода четыре, может, даже пять, это просто какое-то убийство. я думаю, блин, да уже 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 наплевать мне и на призраков, и на шмризраков, и кто там, у кого какие разборки, запутали так с разными там перемещениями во времени, но это мы сейчас чуть-чуть позже поговорим, когда народ разойдется, чтобы не боялись спойлеров. Вот очень многие моменты, ну, очень, ну, очень, очень, прям караул какой нудно, актерская игра, некоторые актеры играют хорошо, а некоторых ну, прям сам бы за горло и в озеро потащил бы, ну, просто девчонка там мала, perfectly splendid, this is a perfectly splendid, на русском посмотрел, что она говорит, просто великолепно, я сижу, говорю, если она еще расскажет просто великолепно, я ее возьму и через окошко выброшу, потому что, ну, уже терпения не хватало, но, но, если вы дождетесь последних трех эпизодов, последних трех, всего девять эпизодов, и последние три, это вот, ну, по-настоящему хорошо, добротно объясняется, последний эпизод, что, что, вот, лично мне показалось, что нужно было бы ту динамику, которую они заложили, потому что самый последний эпизод получился настолько скомканный, мне показалось, что я целый сезон посмотрел только вот в последнем эпизоде, мне бы хотелось, чтобы они вот эту всю растянутую часть, которую размазали на первые пять эпизодов, собрали, может быть, в один-полтора, а уже остальную динамику заложили именно вот в основной костяк, потому что иначе получилось очень-очень растянуто, очень просто, и, соответственно, и оценки, можете вот посмотреть, у нас первая часть, да, призраки дома на холме, почти что девятка на интернет, тут даже до восьмерки не дотягивает, ну, кто-то скажет, а, point 7 на 1 балл, ну, хорошо, на целый балл ниже, но у нас тут еще и оценок не подъехало, ну, даже, даже если вот мне интересно посмотреть по эпизодам, по эпизодам, разбивка по эпизодам, мне интересно посмотреть, что здесь народ понаставил, потому что 7, 7, 8, 8, вот тут девятка, а, вот, этот эпизод был хороший, немножко стали объяснять, а, черно-белый эпизод, замечательный, ну, и концовка более-менее вытягивает. Кому смотреть, если вы сидите дома, вас накрыло кепочкой, или идет дождь, или вообще войти некуда, у вас все закрыто, кинотеатры закрыты, вам абсолютно, ну, абсолютно нечего больше делать, возьмите с собой какой-нибудь тетрис в руки и включите себе на заднем плане первые пять серий, а потом отложите свой тетрис в сторону и посмотрите уже как положено. Если вам нравятся британские сериалы, если вам нравится вот размеренность, выверенность, красота каких-то кадров, вот это, пожалуйста, это для вас. Я думаю, вам тогда понравится. Итак, все, теперь, народ, расходитесь, все те, кто боится спойлеров, идите, решайте смотреть. Если вы послушали меня и решили, что вы не станете заморачиваться с просмотром этого и послушайте, что я вам тут расскажу, оставайтесь. Итак, теперь пулиться спойлерами. Кто не спрятался, я не виноват. Сама задумка вообще этого проекта взята из небольшой такой новеллы, которая там в 12 частях была написана в маленьких таких как бы историях. Помните, у нас был такой, кто помнит, альманахи выходили с фантастикой или еще с какими-то рассказиками, там буквально несколько частей или несколько глав, несколько рассказов. Я помню, родители собирали с научной фантастикой журнальчики, и там можно было некоторые романы там, допустим, Стругацких печатались по главам, и тебе нужно было всегда ждать выход нового журнала, чтобы новую главу прочитать, прежде чем что-то выйдет там целиком. Это вот очень практиковалось в свое время. И вот такая небольшая новелла, которая была напечатана в разных журналах, а потом издана одним куском, поворот The Turn of the Screw, поворот, как на русский его перевели, есть на русском? Поворот винта, поворот винта. Имена персонажей все то же самое. Взят мотив, именно тот же, что приезжает девушка в поместье, где двое детей, ребенок возвращается из школы, его оттуда выгнали, папа с мамой погибли, за ними следит дядя, буквально перед этим погибает бывшая гувернантка, ну все, у всех персонал, все-все, вот кто в доме находится, все те же самые имена, флора, ну все точно так же, все точно так же. Что добавили? добавили женщину в озере, вот что добавили, которая приходит и которая там за горло хватает и которая вот сотворила вот, как они называют это, гравитацию духов, поэтому призраки не уходят. В оригинальной истории все было замешано на том, что был вот этот Питер, который там прохиндяй, который там хотел ограбить, забрать деньги, все дела, остался его призрак, который поселился в мальчика и призрак, который поселился в флору, вот именно основная идея была такой, и по этой новелле там девушка, когда флора начинает ходить там во сне, она понимает, что что-то с ней не так, они стараются уехать в Лондон из этого поместья и в поезде там она замечает, что там призрак контролирует пацана, она изгоняет этого призрака, а мальчик умирает, что на самом деле мальчик как бы был мертв, а вот этот Питер, он контролировал его дух, и там она была дочка священника, так что там момент, наверное, с какого-то тоже своего рода экзорцизма, и это все делось, снималось, переснималось, столько фильмов выходило, совсем недавно вышел был фильм, который абсолютно провалился в прокате с мальчишкой из этого Очень странные дела, ну короче говоря, вот эта идея совершенно не новая, абсолютно не новая, но решили, нам нужно больше призраков, нам нужно больше каких-нибудь там приключений, и тут добавляют, что может быть еще страшнее, чем чумной доктор со своим клювом, маска с клювом появляется, ребенок без лица с этой, и только, только под конец нам объясняют, что это за призраки, нам объясняют, рассказывают историю Виолы, кстати, Виола красавица, эта женщина вообще такая красивая, и вся вот эта история снята красиво с этими костюмами, с вот выдержкой вот этой вот именно той аристократии, и момент, когда она как бы примерно как Дракула, да, отвергает, чтоб ее душа перешла в церковь или там к Богу, в рай, она как бы сама себя прокляла, она загнала часть себя в этот сундучок, она в нем жила, вот это платье, когда сестра открыла, она ее задушила, тут полностью все воспоминания из всех моих детских историй, страшилок, про то, что там синие рукава придут и найдут тебя ночью, или там еще какая-нибудь хрень, знаете, в детстве мы рассказывали там, и девочка пропала, а наутро по комнате побежали кровавые тапочки, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, ну что-нибудь, знаете, вот такой вот, и все, все вот эти истории, и с одной стороны оно было как бы и хи-хи смешно, а с другой стороны, ну нормально, нормально, вот в духе для Хэллоуина, для октябрьских страшилок зашло хорошо, но, но, это совершенно небо и земля по поводу первого сезона, я был настолько разочарован вообще, вот, вот тем, что мне дали здесь, я прекрасно понимаю, что вот Британия должно быть немножко спокойнее, немножко помедленнее, я все это прекрасно понимаю, но, когда я смотрел первый сезон, там была сумасшедшая динамика, ты пытаешься понять, кто эта девушка с поломанной шеей, все это появление, там, я вот сейчас говорю, а у меня мурашки по коже, потому, что я когда вспоминаю первый сезон, тут не было ни единого момента, чтоб я там испугался, или там еще что-то, или вот какой-то момент меня перепугал, или вот заинтриговал настолько, я сидел и такой, а, ну это мертвое, а, ну это призраки, а, еще, если вы смотрели фильм с Николь Кидман, другие, по-моему, адрес называется, тоже очень многие вещи сразу становятся на поверхности буквально понятны, сейчас вот, я сейчас захват закрою, оставлю, вот этот момент, я буквально сразу же, сразу же разгадал весь этот, Стивен не даст соврать, весь момент, что Питер, погибший этот, контролирует, опять-таки, сказать, разгадал, Твистер, ты знал историю, что ты теперь будешь это, ну, было понятно, что именно вот в этот момент, где именно Питер, в какой именно момент, гувернантка вселяется в эту флору, когда она ходит и говорит, perfectly splendid, потому что эта взрослая женщина пытается притворяться ребенком и не знает, как правильно ей вести себя, прикольный момент, наверное, был с, с этой, с домоуправляющей, да, кстати, узнали, не узнали, если смотрели сериал годы и годы, если не смотрели сериал годы и годы, прям настоятельно рекомендую посмотреть, прям отличная, семейная, не семейная, что всей семьей надо смотреть, а сага одной семьи, которая проходит через разные жизненные ветхи и смена политики, смена режимов, замечательно, она мне там очень понравилась, и она мне здесь тоже понравилась, так что, вот ради нее тут, в принципе, можно было смотреть, но сама даже задумка о том, что все это время она призрак, да, которая, вот в этот момент, она уже умерла, вы поняли, да, в этот момент пацан скинул ее тело вниз, она сломала шею и лежит ее тело внизу, а это ее призрак стоит и пытается вдуплиться, а что я там вижу, и именно в этот момент она умирает, и когда приходит, а тут приходит, вот это же новая нянечка, там это ее прилавой, посмотри, какая она красивая, а он ей ручку поцеловал, мадемуазель, все дела, еще нужно понимать, что, почему очень важно смотреть, у Питера, да, это тоже актер, сейчас, сейчас посмотрю, если я смогу найти его, он же, что же играл в предыдущем сезоне, он был братом, у которого была наркозависимость, если я не ошибаюсь, и у него очень сильный шотландский акцент, и когда, тут надо отдать должное пацану, когда пацан не сам, он говорит с легкими шотландскими нотками, он пытается как бы их побороть, как бы их пере, он начинает говорить какое-то слово, оно начинает звучать по-шотландски, и он это слово как бы останавливает, и говорит по новой, больше с английским акцентом, и это очень прикольно, и если ты смотришь это в переводе, то, естественно, ты этого не замечаешь, вот тут, короче говоря, я этот кадр специально остановил, потому что в зеркале можно видеть отражение, плохо, наверное, видно, да, отражение чумового доктора с носом в шляпе и всеми делами. История, конечно, с этими шагами, с этими отпечатками, позже нам все это объясняет, что вот эта виола ходит, проходит время, стирается понимание, кто ты, и просто ты остаешься вот этим вот злобным духом, кентербильским призраком, который бегает по дому, оставляет следы, и если кто-то попался у тебя на пути, забирает, поэтому малые в то время, пока они были сами собой, когда увидели, что кто-то случайно толкнул, когда она толкнула эту фигурку и поняли, что тетка вылезла из своего озера, все, они закрыли ее в шкафу только для того, чтобы та не забрала ее в озеро. Эпизод с этим, со школой, опять-таки, я понимаю, если бы у нас это была Санта-Барбара, на, там, 20-30 сезонов, или даже если бы это была одна история Санта, я понимаю этот эпизод со школой. А тут, когда у нас 9 эпизодов, весь эпизод показывает про этого малого, как он ищет ключик для того, чтобы сбежать, уехать домой, и опять-таки, здесь сдали немножко хэппи-энд, что дети, детей даже пощадили, что в будущем они полностью забыли, через что они проходили, через какие трудности, как там их призраки контролировали. В рассказе малой умирает вообще, и Питер им контролирует. Здесь же, конечно, сделали немножко помягче. Но тут тоже, изначально сидишь и думаешь, что с этим малым, что у него в голове творится, он увидел картинку, прислала сестра, и она нарисовала себя, и нарисовала призрак, нарисовала призрак вот этой гувернантки. Потому что она у нее спросила, какой твой цвет любимый, и она сказала, говорит, все мои цвета любимые. Поэтому она нарисовала на рисунке женщину полностью там из разных цветов. Вот. Опять-таки, возвращаясь к теме красот Британии, вот эта Британия здесь тоже своего рода, как один из персонажей. Любовная линия, она еще тоже такое. Ну, принесли, принесли, да. Нам нужна... У нас была лесбийская любовь в первом сезоне, лесбийская любовь в этом сезоне. Но, в принципе, в принципе, не раздражает ни в прошлом, ни в этом. Опять-таки, да. Твистер, я гей, я принадлежу к ГБТ-сообществу, но я не перевариваю, когда вот прям насильно запихивают какие-то истории, истории ради истории. Например, тот же самый 13 причин почему, почему я последний сезон не обозревал. Потому что такое впечатление, как будто последний сезон 13 причин почему дали писать какому-то меланхоличному задроту мальчику-гею с его какими-то проблемами и трудностями. И он переписал, сделал абсолютно всех геями. Все друг друга повлюблялись. И директор, это там полицейский какой-то тоже гей. И этот гей, и эти стали геями. И все, все, все перегеялись между собой. И этот был проститутом. И, короче говоря, меня это вот прям, я думаю, блин, ну зачем? Оно же просто заставляет людей наоборот, приводит к отторжению. Не больше принятию отторжения. Но здесь, здесь работает очень замечательно, хорошо. Особенно мы видим, насколько через все, то, через что она прошла главная героиня, да, с ее призраком, как она видела своего жениха, с блестящими, с этими сверкающими фарами, глазами, очками, да. А тут именно вот у нее получилась именно любовь. И у них была вот действительно любовь, которую ты веришь, ты понимаешь, ты принимаешь, и ты сопереживаешь именно вот этой паре. Мне вот в этом ключе понравилось, все нормально. Так что ничего, ничего здесь лишнего не было. Теперь, про черно-белую историю я уже рассказал. Этот эпизод, если какой эпизод, и смотреть, вот эта вот замечательная страшилка с отсылками, с базополагающей такой системой, и почему именно она стала именно таким призраком. Замечательно. Мне этот эпизод понравился. Понравилась задумка о том, что, опять-таки, ребята, я не говорю, что плохой сериал, я говорю, что он затянутый. Все это можно было легко уместить в 4 эпизода, если уж на то пошло, но таких добротных, качественных. И ничего из этого не потерялось. А так размазывали. Мне очень понравилась идея о том, что чем дольше призраки находятся, тем больше они теряют свою индивидуальность. Мне это очень понравилось. Все. Это все мои кадры. Вот, в принципе, в принципе, и все, что я хотел рассказать по поводу этого сериала. Если вдруг вы уже посмотрели, пишите в комментариях, что вы думаете. Понравилось вам? Не понравилось? Согласны ли вы с моим мнением? Или думаете, я слишком к чему-то придираюсь? Концовка мне понравилась. О том, когда полностью все собрались на свадьбе Виолы, и дети ничего не помнят. Но зато Рави, ну, я его Рави называю, повар, который из... Если вы не смотрели сериал, называется «Я зомби». Ребята, бегом смотреть. А замечательный легкий сериал про то, как девчонка из работницы морга совершенно случайно стала зомби, и она отказывается нападать на людей, а просто вот помогает в расследовании. Потому что, когда она съедает кусочек мозга погибшего, то она перенимает характеристики этого человека и некоторые воспоминания. Так что, если вы не смотрели «Я зомби», рекомендую. И там ее напарник, начальник Рави, он... Это вот этот мужик, который играет повара в этом сериале. «Я зомби» замечательный, такой недооцененный сериал, который смотрится на заднем плане, легкий, веселый, особенно если вам нравятся такие вещи, как «Кассл», «Я зомби» вот прям зайдет на ура. Так, рекомендую. Так, что тут? Ну, и под конец, как всегда, нужно сказать огромную благодарность нашим спонсорам. Не забываю, не забываю вас, мои дорогие. Спасибо огромное. Всем, кто ставит лайки, смотрит, проталкивает канал, делится с друзьями, всем спасибо. Все, кто досмотрел, пожалуйста, лайк поставьте, сделайте доброе дело для дяди Твистера. И огромная отдельная благодарность хранителям «Уголка». Это Джеку, Мадам Баттерфляй, Ирине, Светлане, Анне, Александре, Зефирке, Андрею, Светлане, Вике и Борису. Ну, а также отдельная супер-пупер-благодарность отдельным кадрам, отдельным добрым словом, снятием шляпы, реверансом и тремя поклонами нашему Кириллу, мастеру ключа. Все, огромное спасибо, ребята. Стол приехал очень поздно, так что я знаю, что большинство голосовало за то, чтобы увидеть маленький влог из дома, как мы тут обустроились, но это видео будет в следующем. Завтра мы наводим порядки в доме, все будет красивенько, чистенько и я запишу видео. Так что это видео будет в следующем на канале. А на этом мой обзор, разбор, дозор окончен. Всего вам хорошего. Пока.